Девочки, сегодня наша тема звучит так. Перманент бровей. Какую технику выбрать? Есть волоски, есть растушевка, есть напыление. Что это такое, с чем это едят и как это выбрать правильно для себя? Досмотри видео до конца, получи полную информацию о том, как выбрать правильно для себя технику, и в конце у меня будет для тебя небольшой подарок. Смотри до конца обязательно. Друзья, приветствую! Меня зовут Фенева Татьяна. Я эксперт в перманентном макияже и лазерной эпиляции. И на своем канале я рассказываю интересные истории о клиентах. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, включайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые истории. И вот, какую же технику выбрать? Рынок полный, каждый называет своим каким-то названием. Но суть, я вам как преподаватель говорю, в этой технике всего два направления. Заполнение формы и имитация волосков. Заполнение формы делится на два типа. Когда мы можем, допустим, сделать более легко, это значит пигмент смешивается с элюентом, который его разбавляет. Берется определенная иголочка, определенная скорость аппарата, и рисунок выкладывается акварельно, прозрачно, и выглядит после заживления, как красиво, допустим, слегка подкрашенная форма бровей. А есть второе направление. Это эффект мягкого карандаша. Оно же растушевка, да? Многие так его знают. Растушевка – это когда мы берем чистый пигмент, берем определенную иголочку, не разбавляя пигмент, выкладываем форму. Кто-то любит поярче, кто-то понежнее, дело вкус. Третье название, которое, да, не так, скажем так, давно на рынке, но очень стало популярным – метод волоски. Есть микроблейдинг, он пришел к нам из Азии, я его не люблю, не рекомендую, он почти всегда ручуется, он всегда дает неправильный какой-то цвет после заживления. Я ни разу в жизни за все мои года не видела красиво заживший микроблейдинг, поэтому я его удаляю каждый день. Не советую для славянского типа кожи, для азиатского он подходит, ну, хотя я и на азиатках не видела красивого. Поэтому на эту тему я говорить не буду, я оставлю это тем, кто выполняет данные работы. А вот аппаратная техника волосков – это моя любимая, мой конек, я всегда делаю красивые прозрачные работы. У меня почти все клиенты, когда приходят, они говорят, я хочу ваши пушистые брови, они такие нежные, они дышат. Да, волосковая техника – самая лучшая, на мой взгляд, для славянской кожи, выполненная на аппарате. Почему? У женщин славянского типа по генетике не заложены густые брови, густые ресницы, волосы, и, как правило, приходится добирать за счет акцентов. Вот здесь круто можно расставить акценты, незаметные для всех. Можно, если нет уголовки брови, сделать несколько волосков наверх, и она уже пушистая. Если у вас прямые бровки, и хочется сделать взлет, да, как будто бы приподнять апрекс, разгрузить взгляд, несколько волосков, и это все исправится. Если у вас не отрастает хвостик, если он не сформирован, или с одной стороны есть, с другой нет, это тоже сделают волоски, но незаметно для всех остальных. Поэтому техники всего три, даже, можно сказать, две. Это растушевка и волоски. И третья, можно сказать, техника, это когда мы их комбинируем, допустим, в начале брови выкладываем волоски, а хвостик запыляем, потому что там достаточно волос. Но из этого сделали целый рынок, целый большой магазин выбора, и клиенты теряются. Что я рекомендую? Если вы хотите, и кто-то вам нравится из специалистов, и он как-то называет свою технику, посмотрите его работы и запросите его работы в оригинале. Не те, что в инстаграме, не те, что представлены, допустим, как реклама. На рекламу всегда идет работа самая красивая. Но вам ходить с этой работой не только первый эффект, какая она вау, красивая. Ваша задача сделать работу и жить с ней. Запросите работу, пришлите работу, которая вам понравилась, и скажите, дайте мне ее зажившую посмотреть. И уже делая анализ, посмотрите, если эти работы как изначально красиво смотрятся, так и в конце красиво заживают, к этому мастеру записывайтесь и идете на консультацию. На консультацию по типу кожи, по тому состоянию, в каком находятся ваши брови. Он уже вам подскажет, как быть, как правильно, то, что подойдет индивидуально вам. Если же мастер не может предоставить зажившие работы по вашему цветотипу, по вашей структуре, каждый из нас может себя сфотографировать и отправить. И у мастера, у хорошего, должно быть тысячное портфолио, где он наверняка такие же фототипы делал, как и вы. И он может предоставить вам подобных девушек, светлоглазых, темноволосых, допустим, кореглазых, рыжих, с подобными работами, но уже зажившими. И тогда вы принимаете решение, когда уже понимаете, чем все кончится. А так, выбирая в Инстаграме, конечно, я вижу очень много красивых отфотошопленных работ, но я не знаю, чем это все заканчивается. И, как правило, вот эти истории, они потом печальные. Работа может быть красивая, заживает плохо или подплывает, и уже клиент приходит ко мне на удаление. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Я знаю, что вас беспокоит эта тема. Мы всегда ее обсуждаем на всех консультациях, в переписках она у нас присутствует. Верю, что вы будете подбирать для себя специалиста безэмоционально, с холодной головой, рациональным таким подходом. И тем, кто у меня будет удалять перманентный макияж, хочу отметить, что когда ко мне клиент приходит на исправление, на удаление, я свою работу делаю комбинированной. Если требуется удаление, я бесплатно провожу удаление и затем делаю перманентный макияж. Это мой подарок вам. Я хочу, чтобы вы были счастливы и всегда имели такой спокойный, холеный, красивый, ухоженный вид и просыпались по утрам счастливые. До встречи в кабинете. До свидания. До встречи в кабинете.